Жан-Леон Жерон Жан-Леон Жерон Выдающийся мастер исторической и этнографической живописи в истории европейского искусства. Он прожил без малого 80 лет и был современником важнейших событий в истории Франции XIX века. Вехами его творческой биографии стали революция 1848 года, франко-прусская война 1870-1871 годов, приход к власти и падение Наполеона III. Непредвзятое отношение к истории позволило Жерону воссоздать живописи, психологию людей и античности, а также таинственный для европейцев мир Востока. Написать огромное количество проративных картин, пронизанных идеями гуманизма. Жерон пережил расцвет многих важнейших направлений французской живописи, от неоклассицизма и реализма до импрессионизма и символизма. В своем творчестве он сохранил приверженность академизму, хотя и был близок к реализму. В решительные выпады Жерома против импрессионистов привели к почти полному его забвению у последующих поколений, и только в последние два десятилетия творческое наследие художника стало предметом серьезных искусствоведческих исследований. Жан Леон Жан Леон родился 11 мая 1824 года. Отец художника Пьер Жером в апреле 1823 года женился на Клод Франсуазе Мелани, дочери лавочника. Жан Леон был первым сыном в семье. В 9 лет он начал изучать технику рисунка в местной гимназии. В 14 освоив рисунок, приступил к живописи. Таково было непреложенное требование наставника Клода Базеля Корьяжа, ранее работавшего в мастерских Жанна Агюста Доминика Энгра, и имевшего представление об академическом образовании. Высшее достижение Жерома гимназической поры – копия с картины Александра Габриэла де Кампа. Высокая похвала, произнесенная в адрес кописта Полем Деларошин, помогла Жерому убедить отца в своем призвании. И хотя отец без устали повторял сыну о том, что художники бедны, в 1841 году Жан Леон Жером уехал в Париж, имея при себе рекомендательное письмо, адресованное Деларошу, и написанное о карьере. Наказ отца был строгим и расчетливым. Он давал сыну год на достижение успеха в качестве художника. В случае неудачи советовал подыскать себе иное занятие. В 1841 году Жером поступил в мастерскую Белароша. Самой ранней картиной Жерома считается портрет мальчика. Эффектно развернув голову мальчика относительно туловища, художник убедительно передал внутреннее напряжение фигуры, показав свое знакомство с приемом контрапоста. Устремленный в сторону внимательный взгляд мальчика передает его погруженность в мир детских впечатлений и одновременно смущение, что ему пришлось выполнить, быть может, первый раз в жизни роль модели. Успехи молодого художника были настолько ощутимы, что отец, навестивший его в Париже, позволил продолжать занятия. Пир Жером каждый год посылал сыну тысячу франков, что сделало последнего достаточно состоятельным учеником, пользующимся авторитетом у товарищей по мастерской Белароши. Не менее теплые отношения сложились у Жерома и с Беларошем. Наставник рекомендовал молодого ученика парижским журналам. В 1843 году они вместе отправились в Италию. Год, проведенный в Риме, молодой художник считал одним из лучших в своей жизни. Этот год Жером посвятил преимущественно изучению натуры, стараясь зарисовать все, что его окружало, без особых предпочтений. Он даже пренебрегал музеями ради работы на натуре. Тем не менее, Жером побывал в некоторых музеях Италии, в частности, в музее Неаполя. Его особенно привлекли доспехи гладиаторов, найденные в Помпеях. «Теперь для меня открылся огромный горизонт», – писал он в автобиографии. Многие художники и скульпторы, побывавшие в музее, не вдохновились гладиаторскими боями в той мере, чтобы попытаться повторить их в творчестве, казалось странным молодому художнику. С огромным вдохновением он изучал мозаики, картины, скульптуры, посвященные гладиаторским боям. Любопытно, что если многие европейские художники, ставшие популярными во второй половине XIX века, например, при Рафаэлит Фредерик Лейтон, восхищались искусством немецкого живописца Фредерика Авербека, находившегося тогда в Италии, то же Ром был им разочарован. Я был убит монотонностью его рисунков. Мужчины походили на женщин без груди, драпировки имелись гибы в одном и том же месте. Пейзаж казался скопированным с тонких деревьев Рафаэля, что было печально. Но я не смел осуждать художника, имевшего такую значительную репутацию. В Италии Жиром написал портрет «Голова женщины». Определенная угловатость форм, некоторая сухость и схематичность письма выдают начинающего художника. Тщательность исполнения придает образу монументальность, от чего создается впечатление уверенной в себе натуры. Пребывание Жирома в Риме было омрачено эпидемией тифа. По свидетельству современников, без заботы матери, специально приехавшей из Визуля, Жиром вряд ли бы выжил. Вернувшись в Париж в 1844 году, Жиром осенью начал заниматься в мастерской Шарля Глеера. В 1847 году в каталоге салона Жиром значился его учеником. После смерти Глеера Жиром вспомнил, что учился у него всего три месяца, и искусство наставника не оказало на начинающего художника заметного влияния. Единственное, что перенял Жиром у Глеера, это интерес к жанровым сценкам в античной обстановке. Мелодраматические исторические картины, принявшие популярность Деларошу в творчестве некоторых учеников Глеера, уступили место занимательным сюжетам, порой похожим на анекдоты, ставшим особенно популярными в годы Второй империи. И поскольку такие картины были обычно далеки от классических и авиалистических идеалов, то публика придумала молодым художникам специальное название. Их стали называть неогрегами. Как бы Жиром не игнорировал значение Глеера в своем становлении, при внимательном рассмотрении выясняется, что влияние наставника было достаточно ощутимо. В отличие от Делароша, всего часто темно-коричневыми красками, Глеер использовал светлую палитру, что сказалось и в творчестве Жирома. Именно Глеер сумел привить молодому художнику интерес к Ближнему Востоку. Несмотря на это, их взаимоотношения были прохладными. Глеер относился к ученику с ревностью из-за того, что в рамках его мастерской без ведома наставника возник неогреческий стиль, лидером которого стал Жиром. Соперничество Глеера и Жирома продолжалось и в дальнейшем. В конце 50-х годов Глеер начал работать над картиной «Фрина перед судом Аэропага». Но работа осталась неоконченной, потому что в салоне 1861 года Жиром выставил картину на этот сюжет. Глеер обвинил ученика в воровстве идей. В конце 1846 года Жиром закончил картину «Молодые греки забавляются петушиным боем», которой суждено было стать одной из самых известных в его творчестве. Перед тем, как послать картину в салон, молодой художник поделился своими сомнениями относительно живописных качеств полотна с Деларошем, чье мнение всегда было для него важным. «Я пишу так, как вижу, но, возможно, вижу неправильно. Результат получается слабый и плоский», – самокритично говорил молодой художник. «Вы правы», – отвечал Деларош, – «но вы будете писать лучше. Так или иначе, пошлите картину в салон». Поощрение Делароша придало Жирому уверенности. Салон 1847 года стал важной вехой в его карьере. Хотя картина была высоко повешена, она не осталась незамеченной. О ней лестно отозвался Теофель Готье, известный писатель и художественный критик 19 века. Этот сюжет явно тривиальный, изящно проработанный карандашом и кистью, на редкость элегантен и индивидуален. Тема, избранная художником, казалось, должна была быть воплощена в небольшом по размеру холсте, но фигуры написаны в натуральную величину и выполнены с такой тщательностью, что делает картину исторической. Сегодня оценки Готье признаются субъективными многими исследователями французского искусства 19 века. Готье, провозгласивший принцип «Искусство для искусства», безоговорочно восхищался произведениями художников академического направления. И в то же время безапелляционно бронил Милле Кору и многих других представителей новых направлений живописи. Лестная оценка картины Жерома «Молодые греки забавляются петушиным боем» выглядит по меньшей мере спорной. Анатомическая непропорциональность фигуры обнаженной девушки, некоторая неуклюжесть позы выдают в авторе картины скорее очень икачем сложившегося самостоятельного мастера. Более удачна фигура мальчика, хотя его нагота неуместна. Эти недостатки превращают огромный холст в забавный анекдот. Тем не менее, картину похвалили и другие критики. Сколько-нибудь глубокие исторические и мифологические сюжеты были не по душе императору и крупной буржуазии в эпоху июльской монархии. Для живописи того исторического этапа особенно характерны легковесные, занимательные сюжеты. Именно поэтому полотно «Молодые греки забавляются петушиным боем» Жерома получило признание и принесло художнику медаль третьего достоинства. В 1848 году во Франции произошла революция. 25 февраля была прозвучена республика. Незадолго до июньского восстания 1848 года Жером участвует в конкурсе на картину, прославляющую республику. Это изображение должно было помещаться во всех тех местах, где ранее красовался портрет императора. На конкурсе было выставлено около 800 работ. Иске Жерома отличался излишней победностью при полном отсутствии символики созидания. Если дом Е, участвовавший в конкурсе, изобразил республику в окружении детей, чем подчеркнул идею всеобщего блага и развития общества в интересах будущего, то республика Жерома достаточно традиционна и напоминает о вооруженной борьбе. Возвышающаяся на постаменте, на котором помещена скульптура льва, мощная двухметровая женщина в лавровом венке, в правой руке держит опущенный к земле меч, а в левую оливковую ветку мира. Фигура республики выделяется на фоне неестественного розовато-сиреневого восхода солнца. После июньского восстания, вследствие которого буржуазные республиканцы пошли на уступки монархистам и с избранием Луи Наполеона Бонапарта президентом в декабре 1848 года, идеалы республики померкли. Конкурс потерял свое значение и был аннулирован. В 1848 году в жирном месте с друзьями Анри Пико и Жаном Луи Хамоном образовал коммуну, которую сам назвал фонастером художников. Они жили в отдельных студиях, соединенных темным коридором в доме, расположенном в Париже на улице Флерюс 27, недалеко от Люксембургского сада. Двери студии были всегда открыты для друзей. Позднее Хамон так описывал их жизнь. Мы жили на паях. Мы поочередно делали всю домашнюю работу, готовили пищу и менялись каждую неделю. Штрафы за небрежность товарищей окупали затрады на вечера, устраиваемые 2-3 раза в месяц, на которые приглашались Жаден, Тюльмуш, Габер, Ламберт, Шурзенбергер. Друзья занимались музыкой и пением. Жером был лидером компании, вследствие чего художественные критики назвали группу молодых художников «Школой Жером». Ко времени интеллектуальной коммуны относится картина «Анакрион, Вакх и Амур». Гражданин Жером получил контракт от Министерства изящных искусств Второй Республики на 1800 франков для живописи, изображающей «Анакриона». Вопреки тому, что Гаврина была написана в короткие сроки и не в полной мере удовлетворила художника, она была выставлена в салоне 1848 года. За нее Жером получил медаль второго достоинства. Трудно утверждать однозначно, что именно хотели увидеть заказчики и чем привлекла их личность греческого лирического поэта «Анакриона». Он написал немало песен, предназначенных для различных празднеств, прославляющих любовные утехи и распитие вина. Возможно, основная цель заключалась в создании атмосферы беззаботного праздника, что в свою очередь должно было увековечить торжество республики. Подобные заказы были вполне в духе времени. На достаточно большом холсте Жером представил играющего на лире и пританцовывающего старика Анакриона в окружении мальчиков Вакха и Амура. На лосе им аккомпанирует обнаженная Вакханка. Вся сцена погружена в сумерки. Зашло солнце, окрасив небо ласковой желтизной. Жером чувствовал неудачу. Скучная картина, собранная из кусков, стиль и выдумка которых была ужасной. Если бы я тогда имел опыт, который приобрел позже, то работа могла бы стать хорошей, но она была посредственна. Я также послал в салон картину Мадонна с младенцем, Вакх и Амур, написанные в стиле Рафаэля. Однообразные, тяжелые по исполнению, за что потерпел фиаско. Жером оставался в стороне от бурных событий 1848 года. Когда многие прогрессивные критики и художники вследствие поражения июньского восстания эмигрировали, Жером остался в Париже. Он без устали трудился в мастерской, совершенствуя свой стиль. И в то же время Жером был далек от изображения реальных событий, очевидцем которых ему довелось быть. Эта позиция поставила Жерома в круг художников, противостоящих реалистам, что нисколько не умолило его достоинств. Шанфлери, художественный критик из так называемого круга Курбе, признавая, что в салоне 1848 года было выставлено много слабых произведений, особо ополчился против Пико друга Жерома, но картины последнего оставил без внимания. В салоне следующего года Жером выставил всего один маловыразительный пейзаж, а в салоне 1850 года участвовал тремя работами. Местонахождение одной из них, картинный сувенир Италии, неизвестно, где другие выполнены в неогреческом стиле. Одна называется пьющий вакхи амур, другая – эскиз для картины греческий интерьер. Откровенность изображения обнаженных девушек в томных позах, ожидающих клиентов во внутреннем дворе публичного дома, вызвала скандал. Как может полиция, сокрушался один из критиков, которая снимает с полок магазинов и непристойные печатные издания, допускать здесь, в общественном музее, показ для публики такой непристойности. Это упадничество со стороны Жерома должно стать предупреждением для всей неогреческой школы. Тем не менее, картину купил Луи Наполеон Бонапарт, что стало высокой честью для молодого художника. Позднее, Поль Сезан выполнил по этой картине гравю. Столь полярные мнения, возникшие у критики и у президента республики, лишний раз показывают, насколько велика была пропасть между ценителями искусств, принадлежащими к разным слоям французского общества. В конце 1840-х, в начале 1850-х годов, Жером исполнил несколько портретов. В их числе, женский портрет, портрет коллекционера кактусов, портрет мадемуазель Дюрант. На протяжении всей жизни Жером редко обращался к жанру портрета. По его словам, этот жар противоречил его натуре, поскольку, с одной стороны, сковывал фантазию, а с другой, он был склонен приукрашивать модели, что нравилось заказчикам. Художник не считал себя портретистом, причем в мемуарах он никогда не описывал свою работу в этом качестве. В 1854 году имел место комический эпизод, объясняющий нежелание Жерома заниматься портретной живописью. Как-то в театре Поли-Рояль он увидел молодую актрису Мадемуазель Дюрант. Увлекшись ее внешностью, он уговорил девушку позировать. В связи с тем, что она отказалась оплачивать работу, Жером потребовал с нее через суд 2000 франков. Мадемуазель Дюрант утверждала, что они не согласовывали цену работы и что оплата должна быть более скромной. После того, как судьи увидели картину, вердикт оказался неутешительным для художника. Рассматриваемый портрет – великолепная талантливая работа. Тем не менее, главное требование к портрету – изображение подлинных черт модели, чтобы портрет был похож на оригинал. Так как невозможно признать Мадемуазель Дюрант в портрете, представленном Жеромом, то Мадемуазель Дюрант не должна принимать и оплачивать его. 2 декабря 1852 года Луи Наполеон Бонапарт был провозглашен императором Наполеоном III. В 1853 году он объявил всему миру, что Париж берет на себя инициативу устройства международных выставок. К выставке, состоящейся в Париже в 1855 году, готовились два года. Предполагалось существенно расширить отдел изобразительного искусства, превосить к участию еще больше стран, с тем, чтобы новая выставка превзошла предыдущую по размаху и количеству экспонатов. Жером ходатайствовал перед устроителями о предоставлении ему заказа на картину для выставки. В ответ он получил полномочия для написания картины, аллегорического содержания, на сюжет по его выбору. Жером решил обратиться к прославлению императора Августа. Подобная картина, несомненно, должна была понравиться императору, поскольку триумф империи Гая Юлия Цезаря, Активиана, получившего титул Август, льстил Наполеону Третьему. Работа над картиной была оценена в 20 тысяч франков. Художнику надлежало отправиться в путешествие, чтобы найти и запечатлеть этнографические типы для картины. В феврале 1853 года Жером получил 5 тысяч франков аванса для путешествий. Возвратившись в Париж, Жером приступил к реализации своего честолюбивого замысла. На огромном холсте он расположил множество фигур, написанных в натуральную величину. В центре, на каменном возвышении, горделиво сидит император Август. На переднем плане, словно под ним, изображено Рождество Иисуса Христа. Подобное принижение важнейшего события в истории человечества и одновременно возвеличивание императора, пусть и одного из самых великих римских политиков, было неподушевным. Одни критиковали Жерома за надуманный сюжет, другие за пестроту, колорита и кричащие краски, третьи за то, что картина распадалась на занимательные сценки, написанные в неогреческом стиле, и не дотягивала до подобающей аллегории серьезности. Из всех критиков только Гутия безоговорочно похвалил полотно, назвав его подлинной картиной истории. Понравилась ли картина императору Наполеону Третьему, доподлинно неизвестно, однако в том году Жером получил орден почетного легиона. Субтитры создавал DimaTorzok В 1856 году Жером вместе с друзьями отправился в Египет. Один из друзей взял с собой фотографическое оборудование. Еще во время краткого пребывания в Константинополе в 1853 году Жером мечтал поближе познакомиться с жизнью народа Востока. Египет тогда еще не был оккупирован европейцами. Внутри страны сохранились национальные обычаи. Жером сделал множество набростков арабов, филахов, коптов, негров. Представители других национальностей. Немало внимания Жером уделил и верблюдам, кораблям пустыни. Фотографии, сделанные за время путешествия, также очень пригодились впоследствии. Картины и этюды, написанные под впечатлением этой поездки, Жером выставил в салоне 1857 года. В их числе были египетские рекруты, конвоируемые албанскими солдатами в пустыне, офицеры арнаутов, колосы Мемнона, просители в доме арнаута, верблюды на водопое, вид равнины Тибес, ну и другие. Среди них особенно интересно первое, отдаленно напоминающее картину отдых в русском лагере, сувенир Молдавии. Жерома вновь привлекла сцена загабаления военными мирных жителей. Группа египетских рекрутов препровождается под охраной арнаутов через пустыню. Кто эти люди, волонтеры для египетской армии или рабочая сила для строительства Суэцкого канала? Художник не оставил ни малейшего намека. Он остался далекий от осуждения ситуации, равно как и от показа героизма порабощенных и истощенных рекрутов, сцепленных колодками. Заняв позицию стороннего наблюдателя, Жером отказался от морализирующего смысла искусства, чем показал свое отношение к спорам о реализме, разразившемся в парижских журналах в 1850-х годах в связи с творчеством Гюстава Курбе. Как и реалисты, Жером обратился к изображению современников, пусть и живущих в другой стране, запечатлел их правдиво с учетом характерных костюмов и привычек. Но в отличие от реалистов, он не выисковал пороки и не показывал симпатии к тем или другим. Эту позицию художника особенно поддержал Гутье, увидев истинное и новое представление о Ближнем Востоке. Субтитры подогнал «Симон» После того, как в Каире в 1804-1805 годах разразилось народное восстание против турецких янычар, Мухаммед Али, командир одной из частей турецкой армии, перешел на сторону восставших. Это принесло им победу, и каирское духовенство провозгласило Мухаммеда Али правителем Египта. Так арнауты оказались на египетской службе. Примечательная картина «Дуэль после маскарада», показанная в салоне 1857 года. Можно до бесконечности обвинять Джерома в том, что под его кистью античность потеряла величие, что далекие предки не заведены живописцем с пьедестала, что современно стало красивенькой и занимательной, и что его искусство – это вечный анекдот. Но надо отдать должное художнику, сумевшему в трагедии увидеть иронические интонации. Напрасно современники художника пытались найти первоисточник литературы или драматургии. В этой придуманной от начала и до конца картине Жером выразил свою программу. Присущий только ему подход к живописи, посвященной как истории, так и современности. Вся жизнь художника представлялась театром. Кажется, закроется занавес, и смертельно раненый Пьеров станет и откланяется зрителям. Но нет, кровь, брызнувшая на белый костюм, настоящая, и дуэль была на самом деле. Справа удаляется победитель. Человек в костюме североамериканского индейца с торчащими из волос перьями. И маскарад, не маскарад, и драма, не драма. В салоне 1859 года Жером выставил сразу несколько картин. Арнауты, играющие в шахматы. Авиа Цезарь, царь Кандау. Особенно впечатляет полотно Авиа Цезарь. Композиция построена таким образом, что зритель словно находится на арене, на которой сражались гладиаторы. Динамичная перспектива огромного Колизея искусственно принижает арену и возвышает трибуны. Там наверху кипит жизнь. Тысячи граждан Рима требуют яркого зрелища. А внизу царит смерть. Работники убирают трупы от предыдущего раунда. И вот уже новая группа гладиаторов приветствует императора Вителия. Жизнь и смерть. Императоры и гладиаторы. Эти противоположности столкнулись с беспощадной схваткой на арене Колизея. Жером не был удовлетворен картиной. Позже он признавал, что она грешит археологическими неточностями. Например, в те времена у гладиаторов не было таких касок. Он объяснял это тем, что не располагал всеми необходимыми документами. Картина «Царь Кандаул» написана на сюжет из сказания Геродота. Кандаул, царь древней Бидии, покоренный красотой своей жены, предложил телохранителю Гигесу убедиться в этом, подсмотреть за тем, как она раздевается. На следующий день царица позвала Гигеса и, заявив, что она знала о его присутствии, поставила перед выбором. Или его убьют, потому что у ледийцев считается великим позором быть увиденным обнаженным, или самому убить царя и жениться на ней. Гигес выбрал второе. Картина «Жерома» представляет тот момент, когда Гигес входит в спальню, чтобы убить царя, а царица отвлекает мужа. И вновь, как и в дуэли после маскарада, в картине «Царь Кандаул» трагедия объединена с другим жанром, на этот раз сиротическим, что призвано смягчить ситуацию, сделать ее привлекательной для широких слоев зрителей, не только эстетов, знакомых с историей, но и многочисленных любителей обнаженной натуры. Впоследствии это станет одним из слагаемых успехов «Жерома» у публики. Успех в салоне 1859 года, «Жерома» попытался закрепить получение места профессора в классе рисунка в школе изящных искусств, для чего в 1860 году отправил соответствующее прошение, но ответа не получил. В салоне 1861 года «Жером» вновь выставил несколько картин, среди них выделялась «Фрина перед аэропагом». В IV веке до н.э. в древнегреческом городе Мегары жила красавица Фрина, отличавшаяся неземной красотой. Ее красота была настолько совершена, что на празднестве Посейдона ей довелось исполнить роль Афродиты, богини любви и красоты. Как деливо пройдя сквозь раступившуюся толпу, она сбросила с себя одежды. Этот вызов греки посчитали оскорблением богов и развращением граждан. И вот растерянная Фрина стоит перед аэропагом. Афинским судом его слушает обвинения. Вдруг один молодой человек по имени Гиперит поднимается с места и горячо убеждает судей в невиновности Фрины. Но те не преклонны. Тогда Гиперит решительно срывает с подозащитной одежды и судьи застыли в изумлении. Казалось, перед ними стояла настоящая Афродита. Гиперит потребовал оправдать женщину во имя красоты и совершенства, что всегда ценилось древними греками. Обвинение было снято. Картина Жерома посвящена далекому прошлому, но трактована она для зрителя именно 19 века. В лицах судей, кажется, собраны все возможные реакции на обнаженное женское тело. Здесь и радостное восхищение, и желание обсудить увиденное, и интимное умиление, и раздражение, и холодное равнодушие, и даже страх. Да и фигура Фрины, прикрывающая лицо, скорее соответствует веку 19, нежели древнегреческим реалиям. Недаром импессионист Эдгар Дега в 1891 году упрекал Жерома в непонимании истории. Что мы можем говорить в отношении живописца, который представил Фрину перед аэропагом жалкой, стесняющейся девкой, закрывающей себя? Фрина не закрывала себя, потому что нагота была источником ее славы. Жером не понимал этого и сделал свою живопись из-за недостатка понимания порнографической картины. Как известно, в последние седверти 19 века между импрессионистами и мастерами салонной живописи шла непримиримая борьба. Поэтому безапелляционная оценка Эдгар достаточно субъективна. Жером щадил консервативную часть публики, изображая стадливость героини и отступая от исторического источника. Он пытался соответствовать, насколько возможно, в данном сюжете нормам современной ему морали. Как здесь не привести слова Стасова, посвященные картине? Нет, посмотрите еще раз на Фрину Жерома, старую знакомку. Там и красота телесная, там и стыд дрожащих коленках, ищущих одну другую. Там даже пальцы на ногах и те говорят, нам стыдно, и стараются как-нибудь согнуться и спрятаться. Там и руки поднялись к лицу и закрыли его. Вот это я называю художественное произведение. Вот это я называю чувство и выражение. Вот это я называю художник. В конце 1861 года Жером окончил картину «Пленит», принесшую ему репутацию реалиста от Академии. По словам Калитиной, известного советского историка искусства Франции 19 века, подавляющая масса критиков того времени считала слово «реализм» синонимом грубости, мульгарности в искусстве. И тем не менее, это искусство, сфокусированное на общественных проблемах и пороках, которое следовало и жить, владело умами многих художников и критиков. В живописном наследии Жерома практически нет картин напрямую, связанных с жизнью современных ему высших классов. Современные образы Жерома это отличенные африканцы с их дикими обычаями. Реализм Жером видел в документальной точности изображаемых сцен, достоверности костюмов. Именно поэтому картина «Пленит» понравилась публике, и художнику понадобилось писать ее повторение. «Это нагруженная лодка», писал один критик, «весь мрачный восток, незыбленный, сладострастный и утонченный в своей жестокости. Кажется, что веселье больше на лодке Харона, чем на лодке Шейха». Вы слышите плеск весел посреди тишины природы. В этом есть ощущение спокойствия и неслыханной жестокости. Не каждый день удается создать подобную композицию. Зачастую картины, написанные на востоке, являются не более, чем цветными картинками. Эта же работа тонкое наблюдение и искусный нравственный анализ. не менее достоверны костюмы реальных исторических лиц, изображенные на картине «Людовик XIV и Мольер», одно из немногих творчеств Жерома, посвященных французской истории. Документальная сцена вызывает вопросы. Анекдот, приведенный в дневнике Марии Антуанетте о том, что Мольер сидел задним столом с Людовиком XIV, а придворные смиренно толпились рядом, не подтверждается другими источниками. Как бы не покровительствовал король солнца великому драматургу, вряд ли бы он поставил кого-нибудь из поданных в рай с собой. В конце 1860 года для торговли со странами Европы открылись порты Сиамского залива. Сиамские послы подписали ряд соглашений с европейскими странами. В 1861 году Жиром получил заказ написать картину, посвященную этому событию. Он надеялся не только заработать на этом хорошие деньги, но и удостоиться высокой чести, чтобы его картина украшала Версаль. Сначала он взялся за картину с энтузиазмом, потом потерял в ней интерес. Необходимо было изобразить около 80 реальных лиц, а Жиром никогда не испытывал склонности к портретной живописи. Тем не менее, помпезная церемония встречи сиамских послов была запечатлена в картине «Прием сиамских послов» в Фонтенблоу, показанной в салоне 1865 года. «Прием сиамских послов» 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 В 1862 году Жером отправляется путешествовать по Египту, Сирии и Иудеи. Во второй половине 1860-х годов появились картины «Курящий Арнаут», «Большой Бузук и его собака», «Моэдзин», «В пустыне», «Рынок рабов», «Молодые гретьки в мечети», «Молитва на крыше в Каире» и другие. Особенно впечатляет последнее полотно. Спокойный стоический фатализм мусульман обрел монументальное выражение. Фигуры молящихся напоминают скульптурную группу. Выделяясь на фоне предрассветной дымки. Кажется, что Жером вместе с ними ощутил подъем и просветление души. Во всяком случае, искреннее отношение к народам Египта позволило ему создать запоминающийся образ этой страны. К группе египетских работ 1860-х относится и картина Клеопатра перед Цезарем, хотя она и написана на исторический сюжет. В первом веке до н.э. в Египте закончилась династия Птоломеев. Их сторонники не хотели передавать власть царице Клеопатре. В Сирии она собрала войска, собираясь сдвинуть их против своих врагов. Римский диктатор Гай Юлий Цезарь, находившийся в то время в Египте, приказал распустить войска. Тогда 21-летняя Клеопатра велела натереть себя особым бальзамом, который, согласно поверьям, приковывал мужчину к женщине. По ее приказу принесли великолепный ковер и завернули в него Клеопатру. Слуги отнесли ковер с Клеопатрой во дворе Цезаря. За одну ночь с Цезарем Клеопатра добилась своих целей, став правительницей Египта. На протяжении многих лет Жиром избирал преимущественно те исторические или литературные сюжеты, которые так или иначе были связаны с обнаженной натурой. Царь Кандау, Фрина перед Ариопагом, Клеопатра перед Цезарем. Этот далеко не полный ряд картин принес Жирому определенную популярность. Когда многие художники академического и салонного направления, в том числе Кабанель, Бодри, Бугро, отталкивались от достижений Энгра в этой области и писали картины на вымышленные или мифологические сюжеты, Жиром находил подобные эпизоды в истории, что оправдывало его в глазах критиков. В дальнейшем, когда эротические произведения воспринимались без особого негодования, поскольку их писали представители разных направлений французской живописи, от реалистов Курбе до импрессионистов Ренуа Ардега, не говоря уже о салонных академистах, Жиром создавал целые серии с обнаженными купальщицами, невольницами, наложницами, султанов, гареми и т.д. Большинство из них были написаны в 1870 году. В 1870-1890 годах среди них следует упомянуть картины «Продажа невольниц», «Купающаяся мавритянка», «Бассейн в гареме», «Купание», «Римский рынок рабов», «Адалиска» и многие другие. В отличие от бугро, чьи обнаженные или напоминали картину «Энгроисточник», ставшую классической для художников 19 века, или были созданы для того, чтобы зажечь лихорадочный огонь в крови молодого мужчины, такие картины Жерома представляли собой диковинный сплав эротической фантазии, влекущий к странам Востока с прозаичностью исполнения. Обнаженные Жерома обычно далеки от классической красоты, иначе и не могло быть. Уже в первые годы самостоятельного творчества художник четко обозначил свой интерес к Востоку. А ведь под классическими идеалами всегда понималась европейская красота и отнюдь не красота африканцев или представителей других неевропейских народов. Несмотря на это, естественность обнаженных Жерома пришлась по душе посетителям салонов, для которых интерес к искусству равнялся интересу к созерцанию обнаженной натуры. Субтитры создавал DimaTorzok В 1867 году в Париже открылась Всемирная выставка, организовав ее для того, чтобы вызвать хотя бы искусственное оживление французской промышленности и торговли и ослабить этим растущее недовольство буржуазии. Устроители в осени ожидали сколько-нибудь заметных достижений в области изящных искусств. Тем не менее, для французского павильона Жером представил 12 картин. Среди них выделялась «Смерть Цезаря». Теофель Гутье, никогда не скупившийся на похвалу Жерома, остался верен себе. Если бы фотография существовала во времена Цезаря, можно было бы полагать, что картина написана по фотографии того места и момента, где произошла трагедия. 1 января 1868 года Жером вновь отправился в путешествие на Ближний Восток вместе со семью товарищами, среди которых были художники и писатели. Возвратившись в Париж, Жером выставил в салоне 1868 года две картины. Одна из них – 7 декабря 1815 года «Смерть маршала Нея», посвящена событию из истории Франции времен Людовика XVIII и Наполеона I. Мишель, названный Наполеоном, храбрейшим из храбрых, благодаря уникальным полководческим способностям, совершил головокружительную карьеру от рядового до маршала в Бородинскую битву, командовавшего основными силами наполеоновской армии. За русскую кампанию Ней получил титул князя московского. После отречения Наполеона от престола в 1814 году Ней присягнул Людовику XVIII. Когда Наполеон со своей армией двинулся на Париж, Ней со всем войском перешел на сторону Наполеона. После знаменитых 100 дней, закончившихся вторичным отречением Наполеона от престола, маршал Ней скрывался от роялистов, но был найден и арестован. На рассвете 7 декабря 1815 года Мишель Ней был расстрелян. Другая картина, показанная Жеромом в салоне 1868 года «Иерусалим. Все кончено. Голгофа» – неожиданная пакт трактовки и шокирующая по отношению к традициям религиозной живописи. Вместо изображения распятий художник ограничился лишь показом теней от них в правом нижнем углу холста. Все остальное место занимает сумрачный пейзаж из окрестностей Иерусалима, написанный по воспоминаниям о буре, застигшей его в 1862 году во время путешествия. Новаторство Жерома многим не понравилось. Некоторые усматривали в картине насмешку. Стоит отметить, что художник вновь ушел от изображения отчаяния и жестокости. В конце 1860-х годов Жером написал несколько жанровых портретов, дающих представление о жителях Востока, арабах, торговцах всех национальностей, башибу-зуках. Многие из этих произведений создавались в Париже по фотографиям, привезенным из Африки. В 1870 году, когда началась война с Пуссией, Жером некоторое время оставался в своей загородной мастерской, после чего отправился в Лондон. В Англии Жером почти не работал. К этому времени относится лишь картина «Пифферари», изображающая музыкантов на Лондонской улице. Субтитры создавал DimaTorzok В начале 1870-х годов Жером написал немало картин, продолжающих основные идеи его искусства. Все они заметно уступают по своим художественным качествам, как полотнам 1860-х, так и многим последующим его творениям. Он продолжал создавать портреты типы, жанровые композиции, но появились картины, в которых пейзажу отводилось едва ли не большее место, чем людям. Причем художника интересовала архитектура. Картина «Араб и его конь в пустыне» в XIX веке входила в число самых известных в творчестве художника. Знойное солнце, губящее все живое, дикая безжалостная пустыня без единого оазиса поблизости и неподдельное горе, охватившее араба после падения лошади, не выдержавшись жажды. Все передано убедительно. Ситуация отчаянная. Но, кажется, араб еще не способен смириться со смертью животного. Смещение сцены влево от центра холста будто делает главным героем картины пустыню, превращая человека в жертву. В 1872 году Жером закончил картину «Большие пальцы вниз», то есть «Добить гладиатора», которое суждено было стать знаменитой среди исторических картин XIX века. Еще в 1843 году в Неаполитанском музее Жером вдохновился доспехами гладиаторов. Позже, в 1859 году, он написал картину «Авецезарь», посвященную гладиаторским боям, но она не удовлетворила его. В новой картине, композиционной, напоминающей картину 1859 года, он не только исправил недостатки, но и привнес захватывающее драматическое содержание. Жером считал картину лучшей в своем творчестве. Почему? Писал он в автобиографии. Потому что именно тогда я имел все необходимые документы, как результат моих исследований. И потому что один из моих друзей, полковник Дерефи, был послан в Италию. Из Рима он поехал в Неаполь, где получил хорошие копии, сделанные со шлемов гладиаторов, лад и застежек. И эти копии были из металла. Так что в моем распоряжении были точные дубликаты оригинала. И мои модели, облаченные в них, были похожи на настоящих гладиаторов. Победитель, придавив побежденного к земле ногой, обращается к зрителям. Убить этого человека или нет? Побежденный при смертном мужестве поднял руку вверх. К зрителям, надеясь на пощаду. А на всех этажах цирка люди, кажется, превратились в диких зверей. Со свирепыми, жестокими физиономиями. Они дружно скандируют. Убить, убить. И голосуют за это направленными вниз большими пальцами. Какая обескураживающая простота. И в то же время, сколько здесь патетики и правды истории. Стаса, побывавший на Всемирной выставке 1873 года в Вене, где экспонировалось это полотно Жерома, оставил о нем восторженный отклик. Гладиаторы Жерома – это одна из значительнейших страниц древней истории, переданных когда-либо художеством. Эта картина поразительная, страстная, захватывающая. Таких не найдешь в музеях прежнего искусства трех последних столетий. Вот того, что мы с пеленок привыкли считать великим и классическим. В 1874 году Жером снова участвует в салоне. Он представил три исторические картины. Сотрудничество – Корнели Мольер, Король Тиберий, Серый Кардинал. По оценке современников, лучшей была вторая, изображавшая прусского короля Фридриха Великого, играющего на флейте в одной из комнат дворца Сан-Суси. Наиболее известна сегодня картина «Серый Кардинал». Словосочетание «Серый Кардинал», обозначающее человека, обладающего большой властью, но не занимающего соответствующего высокого положения и остающегося в тени, стало нарицательным с XVII века. Правой рукой Ришелье, прозванного «Красным Кардиналом», был Франсуа Леклерк Тютрамбле, известный под именем Пьера Жозефа, капуцинский монах, носивший серую рясу. Он был секретарем кардинала Ришелье и поверенным лицом короля Людовика XIII. От Пьера Жозефа в известной мере зависела французская внешняя политика. Изобразив его спускающегося по великой лестнице и незамечающего, подобострастно кланяющихся ему придворных, Жером передал суть явления. «Серый Кардинал» действительно фигура значительная, но он не может щеголять своим положением. За эти три картины Жерома присудили золотую медаль. Когда критики возмутились, отметив, что золотые медали не даются художникам и жанристам, Жером, находясь в Голландии, телеграфировал, что не принимает приз. Жюри, однако, отказалось забирать медаль назад. Тогда художник передал ее в Фонд Школы Изящных Искусств. Композиция с великой лестницей была повторена в исторической картине «Прием принца Канде в Версале». Если картина «Серый Кардинал» отражала явление, похожее на анекдот, то новая была посвящена анекдоту. В 1674 году, после битвы сломанско-испанской армии принца Вильгельма Аранского, король Людовик XIV встречал великого полководца принца Канде на великой лестнице, что обычно не входило в его правила. Принц поднимался медленно из ревматизма, сделавшего его почти беспомощным. Увидев короля, Канде сказал «Я прошу прощения, Ваше Величество, что заставило вас ждать так долго». Король отвечал «Мой кузен, не спешите, любой, кто имел бы столько лавров, как вы, не смог бы идти быстро». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 1870-х-1880-х годах Жером много путешествовал. В 1874 году он ездил в Голландию для изучения творчества Франца Халса. В 79-м году побывал в Турции, в 80-м в Египте, в 81-м в Греции, в 88-м в Лондон, в 89-м в Италии. Каждый год он писал большое количество картин. Говорили, что он привлекал помощников, которые помогали ему, например, в написании фона. Было ли это или нет, неясно. Во всяком случае, работы этого времени продолжают и развивают идеалы, сформировавшиеся у него в 1860-х годах. После 1875 года Жером сосредоточился преимущественно на жанровых произведениях. Все они лаконичны по содержанию, часто не требуют подробных объяснений, отличаются особой величественностью запечатленных образов. Дикие восточные нравы, религиозный фанатизм и одновременно непоколебимая гордость, достоинство, благородство простых людей – все это сплетено у Жерома в цельные картины «Типы». Эти картины Жерома особенно интересны подробностями, свойственными Востоку. Из путешествий Жером привозил многие предметы и одежды, вооружение арнаутов и башебузулков. Со временем у него собралась большая коллекция всевозможных диковинных вещиц. С помощью которой он, не покидая Парижа, мог писать сцены из восточной жизни. Он часто обращался к мотиву наглухо закрытых дверей, как это делал и его ученик, известный русский художник Верещагин. В картине о рабе и его собаке дверь открыта, но через нее ничего не видно. В нее и не войдешь – хозяин преграждает путь. Такие картины жизни не случайны. Согласно традициям, принятым на Востоке, никто не может войти в дом без приглашения хозяина. Конечно, у Жерома есть картины, изображающие египетские интерьеры домов, но двери, украшенные изящной резьбой, кажутся символом непроницаемости восточной жизни. Если в конце 1860-х, в начале 1870-х, Жером изображал, как правило, мужские типы, то, начиная со второй половины 1870-х годов, у него ставили появляться портреты женщин восточных национальностей. Характерные детали одежды переданы художникам с безупречным знанием народного костюма. Тюрбаны, марамы, шелковые плащи, шапочки с вуалью – все выполнено безупречно. Без сомнения, художника особенно привлекал костюм алмех – египетских танцовщиц. Вероятно, это объяснялось тем, что в нем сохранились традиции древнеегипетского костюма. В старинной Египте были распространены прозрачные и полупрозрачные ткани. Даже Нефертити изображалась в прозрачных одеждах, сквозь которые видно тело. В 1880-х годах в творчестве Жижона появляется большое количество анималистических картин. Причем, если раньше в 1860-х годах он изображал лошадей и верблюдов, то теперь это были собаки, а также львы, леопарды и тигры. Для многих народов Востока тигры издревле внушали мистический ужас. И в то же время тигры поклонялись. Это животное олицетворяло силу, благородство, мужественность. В нем видели заступника и покровителя. Могущественным правителям на Востоке дарили тигров. А смерть хищника порой символизировала близкий конец хозяина. Поэтому так велико горе Паши в картине и замахе, и тигр лежит на ковре, словно человек усыпанный цветами. В картине «Два величества», изображающей льва, созерцающего солнце, французские исследователи видят намек на знаменитое солнце Аустерлица. Крылатое выражение, связанное с Наполеоном I. В 1805 году Наполеон разбил союзные русско-австрийские войска. 26 августа накануне Бородинского сражения, обращаясь к солдатам, он воскликнул «Вот солнце Аустерлица». Этой фразой Наполеон хотел напомнить о победе семилетней давности. Жером искренне верил, что художество – это просвещение на службе общества. В его исторических картинах все сильнее проявлялись реалистические и обличительные интонации. В трактовке образов зачастую преобладало пассивно-героическое начало. Героями картин становились не гладиаторы, которым в силу отчаянного положения надлежало проявлять стойкость и отвагу. В живописи Жерома появляется герой духа, отличающийся несгибаемой волей и верой в себя. В картине «Пленный римский воин. Остерегайтесь собаки», навеянной знаменитым романом «Саламбу Гюстова Флобера». Художник восторгается мужеством пленного. Вопреки тому, что физически и морально он почти уничтожен, законов колодки и сидит на месте собаки, он продолжает оставаться человеком, униженным, но не сломанным. В 1883 году Жером закончил картину «Последняя молитва христианских мучеников». Американский коллекционер Уолтерс заказал ее еще Жерому в 1863 году. По сюжету исполнения она напоминает картины «Авиа Цезарь» и «Пальцы вниз», принесшие Жерому мировую славу. На этот раз в родине несчастных мучеников, приговоренных к съедению дигами животными, оказались первые христиане. И вновь, как и прежде, главная цель художника – гуманистический пафос. В подобающей сцене жестоко снивелируется мужество мучеников и их несгибаемой верой во Христа. Композиция картины такова, что кресты с распятыми рабами не сразу замечаются. Неровное противостояние христианского проповедника и перед угрозой ужасной смерти, неотрекшегося от веры существования только одного Бога – Иисуса Христа, и кровожадного грозного ревучего хищника, предчувствующего легкую добычу, создает волнующее впечатление. Кажется, не возникает вопроса, кто и что победит – стая хищников или гостка людей, дикая необузданная природа или нечеловеческая стойкость. Но какие глубины и разнообразные чувства сумел затронуть художник? Опасения, горе, жалость, ужас, отвращение, гнев, замешательство, расстройство. И все же картина оставляет еще и надежду. Надежду на то, что мученическая смерть – это большая победа духа. Как далека эта трактовка от сцен мученичеств, запечатленных в живописи старых мастеров. Жером выработал свой стиль изображения подобных сцен. И этот стиль, безусловно, заслуживает уважения. Субтитры подогнал «Симон» На Парижской международной выставке 1878 года Жером дебютировал в качестве скульптора, показал «Гладиаторов». Его друг, талантливый скульптор Эммануэль Фремье дал художнику первые уроки. Позднее, в 1901 году, в каталоге к салону Жером подписался как ученик Фремье. Поначалу он повторял в скульптурах некоторые из своей картины. Бронзовая скульптура «Гладиаторы» представляет собой центральную группу из картины «Пальцы вниз». Гладиатора – победителя, наступившего на горло, побежденному и ожидающему решения зрителей. Со временем Жером исполнил еще несколько скульптур. Наиболее известные из них – «Скорбящие». «Пигмалионы Галатея», «Танагра», античная танцовщица с яблоком. В 1895 году Жером выполнил скульптурный портрет Сары Бернар, известной французской актрисы. Субтитры создавал DimaTorzok В 1884 году умер отец художника. В том же году умер Шурин, Альберт Гуппел, а также его отец Адольф Гуппел. Жером очень тяжело переживал смерть родственников. С Альбертом Гуппелом он особенно дружил, вместе с ним ездил в путешествия. Спустя два года умер Поль Бодри, художник академического направления, с кем Жером дружил многие годы. А когда еще через два года умер Гюстов Буланже, ошеломленный Жером несколько дней не мог прийти в себя. Во второй половине 1880-х годов он написал картины «Выход быка», «Марабу», «Продавец ковров», несколько портретов близких друзей, автопортрет, египетские пейзажи, а также ряд картин, изображающих купальщиц в термах, написанных по эскизам предыдущих десятилетий, и не отличающихся сколько-нибудь глубокой идеей. Все они появились не без влияния на Жерома близких друзей, Эрнста Мисунье и Бонна, и стали своего рода терапией, утешением для художника, пребывающего в депрессии. В 1889 и 1890-х годах в Париже была эпидемия гриппа, унившая жизни многих. В Нью-Йоркских газетах сообщали, что Жером серьезно заболел и скоро умрет. Тем не менее, он остался жив. Его спасло творчество. «Я хочу умереть, работая», – так объяснял он свое рвение к работе. Картины Марабу и продавец Кауров продолжили африканскую тему. Первая изображает важно прогуливающуюся диковинную африканскую птицу Марабу. Вторая, кажется, воплощает типичное представление о Востоке, как о базаре. Здесь все. Полотно «Выход быка» написано под впечатлением от поездки Жерома в Испанию. Известная испанская забава – корида. В интерпретации художника напоминает картины гладиаторской темы. Шлемы гладиаторов сменили изящные костюмы ториаторов. Вместо львов и тигров на арену вышел бык. Орех трибун, как был во времена Цезарей. Так и остался. Воистину, правители меняются, а желания людей вечны. Они никогда не откажутся от жестокого зрелища. Около 1890 года Жером начал работать на скульптуре «Пигмалион и Галатея», которую затем показал в салоне 1892 года. Одновременно, тема любви к статуе и последующее ее оживление стало сюжетом для одноименной картины. За свою долгую творческую жизнь Жером почти не обращался к мифологическим сюжетам, предпочитая им исторические. Поэтому картина «Пигмалион и Галатея» и служит иллюстрацией творческого метода позднего Жерома. И в какой-то мере объясняет его интерес к скульптуре. Еще в 1849 году в картине «Микеланджело» Жером изобразил скульптора за работой, что, вероятно, отражало затаенную стразь живописца. Со временем скульптура и живопись слились у Жерома нерасторжимое целое. Живописец мыслил глазами скульптора, а скульптор порой хотел превратиться в живописца. Эта двойственность и отражена в картине «Пигмалион и Галатея». Живую модель художник или скульптор превращает в игру цветов или в мрамор, поэтому творение мастера в определенном смысле – смерть живого. А если представить, что скульптура может ожить под влиянием любви к ней, ее создателя? Эта фантастическая мысль настолько заворожила Жерома, что ему захотелось увековечить в масле свою работу над статуей Танагра. В картине модель скульптора эта фигурка стоит на табуретке. Мастер в последний раз прикасается к скульпторе, внимательно поглядывая на оригинал, обнаженную девушку, сидящую рядом. На стене висит картина «Пигмалион и Галатея», что подчеркивает и объясняет гидонистические наклонности любого художника. И Жерома в частности, работающего над изображением обнаженной натуры. В 1895 году Жерому предложили исполнить иллюстрации к Библии Амстердама. Были приглашены еще 22 художника из многих стран Европы. Жером выполнил 8 иллюстраций, местонахождение 5 из них сегодня неизвестно. В отличие от пейзажа Иерусалим, все кончено Голгофа, картины «Бегство в Египет» и «Вход Господень в Иерусалим» вполне традиционны. Художник внимательно перечислил характерные подробности. Это и ангел, сопровождающий святое семейство на пути в Египет и усланная пальмовыми ведвями дорога на входе Христа в Иерусалим. В 1900 году Жером получил звание великого командора почетного легиона. В последние годы жизни художника отмечены рядом картин изображающих мусульман с молитвами в мечетях. Среди них произведения три фигуры, молящиеся в уголке мечети, из мечети, муфти и читающий молитвенник и другие. Героями целой группы картин этого времени являются тигры и львы, особо полюбившиеся Жерому в 1880 году. 10 января 1904 года Жером умер в своей мастерской. Похоронили художника на кладбище Монмартр, а вместо надгробия установили статую Гори. Эту статую Жером создал в память о рано умершем сыне Жанне. Субтитры создавал DimaTorzok